Видишь пачку смертоносных палочек Вирджиния на том конце пианино? Да. Все, что тебе нужно знать о жизни в этих четырех картонных стенках. Что же делать, Ленни? Каждый раз, как я собираюсь заплатить, случается неприятность. Вы случайно ничего об этом не знаете? Ты можешь заметить, что одна сторона твоей личности соблазнилась иллюзорным величием, здоровой золотистой пачкой с королевским гербом. Привлекательный намек на гламур и богатство. Намекают тонко, якобы сигареты твои верные друзья королевских кровей. И это, Пит, неправда. Прошу прощения, вы хотите что-то сказать? Нет, не хочу. Я уже сказал. Другая сторона твоей личности пытается привлечь твое внимание к обратной стороне вопроса. Там скучным жирным текстом, черным по белому, написано, что эти опрятные маленькие солдатики смерти на самом деле хотят тебя убить. А это, Пит, правда? По-моему, ты забыл, с кем разговариваешь, высокомерная сволочь. По-моему, ты забыл, где находишься, эмигрант ебучий. Красота — зов, манящий к смерти, и я уже привык к сладкому звуку глаз о ее. Это моя земля, и главный тут я. Это мой город. Господи! То, что начинается сладостью, заканчивается горечью. То, что начинается горечью, заканчивается сладко. Мне пора, Ленни. Я обедаю с советником, с вашим советником. Это, как вам известно, девятая лунка. Отсюда придется долго ползти до автомобиля. К заходу солнца, вероятно, доберетесь, и как раз успеете вернуть мой счастливый талисман. Я хочу получить его обратно. Меня хорошо слышно? Да! Да! Господи! Времена меняются. Прощайте, Ленни. Вот почему мы с тобой любим наркотики. Вот почему я не могу вернуть картину.